МКБ-10, К-81, холецистит, общее сведение, холецистокардиальный синдром, холециститное сердце, холецистокаронарный синдром, желчнокардиальный синдром, совокупность метаболических и функциональных нарушений деятельности миокарда, возникающих в результате негативного воздействия на сердечную мышцу патологических процессов в билярной системе. Распространенность заболевания при хроническом бескаменном холецистите составляет 25-57%, при желчнокаменной болезни 15%. Вариабельность статистических показателей связана с трудностью в распознавании и проведении дифференциальной диагностики патологии. У женщин заболевание встречается в три раза чаще, чем у мужчин. Средний возраст пациентов составляет 35-55 лет. Холецистокардиальный синдром причины. Заболевание развивается на фоне патологических процессов в желчном пузыре и желчевыводящих путях, острого и хронического бескаменного или калькулезного холецистита, стеноза конечного отдела холидоха в результате стенозирующего попиллита, новообразовании фатерова сосочка и дыре. Холецистокардиальный синдром встречается у лиц, имеющих в анамнезе ишемическую болезнь сердца, аритмии, хроническую сердечную. Недостаточность, гипертоническую болезнь. Катализатором развития синдрома может служить желчная колика или приступ холецистита, сопровождающийся интенсивной болью. Патогенез. Патогенетический аспект холецистокардиального синдрома является предметом спора среди ученых всего мира. В современной гастроэнтерологии существует несколько взаимосвязанных и равноценных теорий развития болезни – рефлекторная. Согласно этой теории, воспалительные заболевания желчеводелительной системы оказывают патологическое влияние на вегетативную нервную систему парасимпатическую, симпатическую, вызывая рефлекторное нарушение ритма, спазм артерий сердца дыре. Метаболическая. В результате частых обострений холецистита и желчнокаменной болезни нарушается обмен веществ, электролитов, углеводов, липидов, белков и дыре. Закрывающая круглая скобка-точка. Изменения обменных процессов приводят к угнетению метаболических реакций в миокарде. Инфекционно-токсическое. Бактериальные токсины, выделяющиеся при обострении патологии билярной системы – холонгита, холецистита, ЖКБ – обладают кардиотропным действием. В условиях нарушения гомеостаза и выраженной интоксикации развиваются дистрофические изменения миокардотоксического генеза. Симптомы чаще всего клинические проявления возникают после приема алкоголя, погрешностей в питании, сильного психоэмоционального напряжения. Симптоматика заболевания имеет разную степень выраженности. Чаще всего синдром манифестирует острый приступообразный, сжимающий или колющий боль в области сердца и радиирующий в левой подреберье, лопатку, плечо. Болезненные ощущения возникают в разгар обострения холецистита или желчнокаменной болезни. Ноющие, сжимающие боли слева от грудины могут являться единственным проявлением патологии желчеводелительной системы. Существует безболевая форма холециститного сердца, при которой основным симптомом является нарушение сердечного ритма – фибрилляция. При цердии, экстрасистолия, аблокады. Аритмия при холецистокардиальном синдроме связана с началом желчной колики и практически не поддается лечению антиаритмическими препаратами. Заболевание часто сочетается с тахикардией, повышением от одышкой. Со стороны бильярдной системы отмечаются выраженные боли в правом подреберье, нарушение стула, тошнота, рвота с желчью, повышение температуры тела. При закупорке конкрементом просвета бюлярдного протока к основным симптомам присоединяется желтушность кожных покровов и склер. Осложнения последствия холецистокардиального синдрома связаны с осложнениями заболеваний, вызвавших данную патологию. Интенсивный приступ кардиологии может привести к развитию кардиогенного шока, потере сознания, летальному исходу. Различные нарушения ритма при отсутствии лечения на фоне имеющейся патологии сердца вызывают фатальные аритмии, фибрилляцию и трепетание желудочков, вплоть до асистолии. Рефлекторный спазм венечных сосудов может осложняться развитием острого коронарного синдрома, а длительной ишемией сердечной мышцы инфарктом миокарда. Со стороны желчевыводящей системы возможно прободение желчного пузыря конкрементом с развитием перитонита и сепсиса. При присоединении инфекции возникает эмпиема желчного пузыря. Лечение холецистокардельного синдрома. Лечебная тактика зависит от состояния пациента, выраженности кардиологических симптомов и вида патологии желчевыводящей системы. В настоящее время рассматривают два основных варианта лечения болезней. Консервативное. Показано при бескаменном холецистите с редкими 1-2 раза в год обострениями при наличии конкремента в пузыре размером не более 10 мм с сохранением его функции и проходимости пузырного протока. Консервативную терапию применяют при тяжелом соматическом состоянии пациента до улучшения самочувствия. Всем больным рекомендована строгая диета, ограничивающая потребление жирной, жареной пищи, алкогольных и газированных напитков. Назначают препараты урсадизоксихулевой кислоты, которые воздействуют на конкременты, постепенно растворяя их. При небольших размерах камней выполняют неинвазивный ударно-волновую литотрипсию. Оперативное. Применяется при неэффективности консервативной терапии, больших размерах конкременты и неблагоприятном течении холецистита. Хирургические манипуляции представляют собой открытое или лапароскопическое удаление желчного пузыря. При выраженной декомпенсации сердечной деятельности оперативное лечение выполняется в два этапа. Вначале проводят одномоментную декомпрессию и санацию желчного пузыря. Затем после купирования болевого синдрома и стабилизации состояния пациента осуществляют холецистектомию. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...